В эфире «Наше время» в студии Анна Нитченко. Здравствуйте! Украина получит 14 танков «Леопард-2» до конца лета. В прошлом году Дания и Нидерланды купили поддержанные танки, отремонтировали и сейчас готовятся передать их украинским военным. Об этом сообщают в Министерстве обороны Нидерландов. 12 танков уже реконструировали, и еще два проходят проверочные испытания. Ремонтом занимался немецкий концерн «Райн Мэттл». Всю партию военной техники, 14 танков «Леопард-2» доставят вооруженным силам Украины до конца лета. Украина срочно нуждается в большей военной поддержке, учитывая тяжелую ситуацию на поле боя. Эти танки могут сыграть важную роль для украинской армии в защите от российских сил. Вместе с союзниками и партнерами Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Рубенс Брекельманс, министр обороны Нидерландов. Испания передаст Украине новую дополнительную батарею зенитно-ракетного комплекса «Хоук». Об этом заявили в Министерстве обороны Испании. Поставки системы запланированы на сентябрь. Американский ЗРК способен перехватывать ракеты и самолеты с вероятностью поражения цели в 85%. Максимальная дальность действия этого комплекса – 50 километров. 149 боевых столкновений произошло на фронте за минувшие сутки. Наибольшее количество атак россиян на Покровском и Кураховском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ. Также российские оккупанты штурмовали позиции сил обороны Украины на Харьковском, Купенском, Лиманском, Северском, а также Краматорском, Торецком, Времевском, Ореховском и Приднепровском направлениях. Украинские военные отбивают атаки и сдерживают армию РФ. 1230 российских военных ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потери армии захватчиков составили более 571 тысячи. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Также украинские военные уничтожили 11 российских танков, 26 боевых бронемашин, 45 артиллерийских систем и две системы ПВО россиян. Кроме того, силы обороны Украины сбили 66 беспилотников, а также поразили 90 единиц автомобильной, спецтехники и цистерн. РФ. В то же время в Британском министерстве обороны заявили, что этот удар вызовет дальнейшие логистические проблемы у армии РФ при снабжении оккупационных сил на юге Украины. В ведомстве также отметили, что вывод паромов из строя даже временно приведет к увеличению затрат, а также снизит гибкость России в транспортировке топлива, боеприпасов и оборудования через Керченский пролив. Весьма вероятно, что РФ теперь придется рисковать движением поездов с топливом через Керченский мост, чего она пыталась избежать с момента первой атаки на мост в октябре 2022 года, отмечают в Минобороны Британии. Несколько российских и китайских бомбардировщиков были перехвачены у побережья Аляски американскими и канадскими истребителями. Об этом сообщили в Североамериканском командовании воздушно-космической обороны. Силы ПВО Аляски обнаружили два российских военных самолета Ту-95 и два китайских бомбардировщика Аш-6. Они оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады. И хотя действия авиации РФ и КНР не рассматривались как угроза безопасности, самолеты все же перехватили, говорится в заявлении ведомства. Британия заказала дополнительные ракеты Марлет для Украины. Правительство Великобритании, пополняя свои боевые резервы, заказало значительное количество легких многоцелевых ракет. Об этом сообщает Министерство обороны Британии. Заказ на сумму 176 миллионов фунтов стерлингов предназначен для оснащения существующих и будущих систем ПВО малой дальности британской армии, таких как боевые машины «Стормер». Украинская армия укомплектована данной техникой, поэтому часть ракет передадут Украине. Легкие многоцелевые ракеты весят всего 13 килограмм каждая и обеспечивают высокоточную защиту от таких угроз, как беспилотники, вертолеты, другие самолеты и небольшие быстрые морские цели. Британские истребители будут нести службу в польском воздушном пространстве. Об этом договорились министры обороны двух стран. Уже в следующем году Великобритания отправит в Польшу от 4 до 6 истребителей. Это входит в программу усиления военного сотрудничества. Ситуация в энергосистеме Украины улучшилась благодаря энергоатому. Об этом во время визита на одну из АЭС сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Чтобы частично покрыть дефицит в энергосистеме, специалисты компании завершили плановый ремонт энергоблока на две недели раньше запланированного срока. Это позволило значительно ослабить графики отключений. По словам министра, это уже почувствовали все украинцы. По его словам, по всей стране продолжается беспрецедентная ремонтная кампания. По объему работ она значительно превышает прошлогоднюю. Что делают сегодня энергетики, это действительно героический труд. Потому что вопрос не просто сократить ремонтную кампанию, а это еще и сократить таким образом с соблюдением всех требований ядерно-радиационной безопасности. Герман Галущенко, министр энергетики Украины. Хочу к своим. Главное управление разведки Министерства обороны и службы безопасности Украины презентовали совместный проект по выявлению агентов противника в Украине. Информация о предателях, которые сотрудничали или помогали российским оккупационным силам, будет публиковаться на специальном сайте проекта для добровольного прекращения сотрудничества с Россией. Главная цель проекта – возвращение военно-пленных украинцев домой. Это уже третий подобный проект. Первый «Хочу жить» был создан для добровольной сдачи в плен российских оккупантов. Второй «Хочу найти» для родственников российских солдат. Система поиска на сайте позволяет искать по имени и фамилии. Можем искать только имя или только фамилию. Выбираем профиль, нажимаем кнопку «Подробнее». И дальше вся информация о коллаборантах. И дальше важный пункт – согласие на обмен. Украина дает такую возможность. Из всех осужденных около 500 на обмен согласились, 200 из которых согласились на публикацию своих данных на этот сайт. На сайте указано время, сколько осужденные ждут обмена, что свидетельствует о том, как Россия бросает своих людей. Мы работаем над возвращением каждого. Важно то, что мы работаем не только над возвращением военнослужащих, но и гражданских. Проект «Хочу к своим» – дополнительная возможность возвращения украинцев домой. Самому выбирать, как и где проходить службу в армии. В Украине уже более полугода работает механизм рекрутинга Вооруженные силы Украины. Благодаря ему желающие проходить службу могут попасть именно на ту должность и в то подразделение, где сами хотят служить. О работе рекрутинговых центров в нашем следующем материале. В этом году Александру исполнилось 25. По закону о военной службе он уже может быть мобилизован. К вопросу устройства в ВСУ парень отнесся ответственно и инициативно. Готовился физически и выбрал направление, где ему было бы интересно служить. Вообще-то я просто начинал с волонтерства. Волонтерили, потом наш штаб чуть-чуть поменял направление, потому что люди, с которыми я был, они думали о воинской службе и начали развивать эту тематику. Я готовился, планировал, но нужно было время, чтобы к этому подойти и подготовиться. Потому что все-таки это такое дело, что с бухты-барахты туда лучше не идти. Потому что если ты хочешь выжить там, нужно заниматься и готовиться к этому. Если все задуманное реализуется, Александр пополнит ряды одной из бригад морской пехоты, где планирует заниматься беспилотными системами. Я просто к этому готовился. Потом пришло время, и я понял, что нужно. И люди, с которыми я работал, они занимались именно этим. Я сказал, что хочу присоединиться к ним. Помогли с поиском места службы и оформлением всех документов Александру работники одного из одесских рекрутинговых центров. Его специалисты объясняют, их работа – это альтернатива мобилизации и возможность пополнить армию квалифицированными кадрами. Фактически это агентство по найму. На гражданском языке это агентство по найму людей на работу. Это то, что мы знали еще до войны. Разница ключевая в том, что рекрутинговый центр нанимает людей на контракт. И это главное отличие от мобилизации. Фактически это долгосрочная работа на определенных условиях в силах обороны. Представители центра рассказывают, спрос на услугу рекрутеров вырос после принятия нового закона о мобилизации. Для многих законодательные изменения стали причиной отнестись ответственно к выбору места прохождения службы и специальности. Я вам скажу, тренд в культуре молодых парней и женщин, в том числе, чтобы пойти на работу в ВСУ, а мы называем это работой, стабильно растет. Почему? Я могу объяснить. Потому что ты лучше сам будешь строить и выбирать свое будущее. Мы говорим об этом везде, и я говорю об этом спокойно. Мы надолго в войне. Также в Одессе уже несколько месяцев работают рекрутинговые центры отдельных бригад. Например, Третья, штурмовая, одно из самых героических подразделений украинской армии, открыла свой рекрутинговый центр в начале войны. Это работает, и востребованность очень высокая. В гражданском населении дефицит информации. В ТЦК они боятся идти, чтобы узнать что-то, они гуглят и не находят ответов на те или иные вопросы. Мы предлагаем им альтернативу, живое общение и ответы на любые вопросы. Главная функция рекрутингового центра – познакомить желающего проходить службу в Третьей штурмовой с бригадой, ее историей, традициями и возможностями для новобранцев. Вакантных позиций всегда хватает, а мотивированным, опытным людям рады всегда. Мы предлагаем четкие правила, в рамках которых можно работать в нашем подразделении. Человек знает, что он будет делать в будущем. Молодой рекрут получает право на обучение минимум две недели в учебном центре. Дальше мы говорим, что после попадания в боевое подразделение, новенький не принимает участие в боевых операциях до тех пор, пока он не достигнет уровня подготовки того подразделения, в котором он находится. Всего в Одессе работает более пяти рекрутинговых центров. С каждым месяцем открываются новые, так как спрос на услугу только растет. 38 ударных беспилотников запустили российские оккупационные войска этой ночью по территории Украины. Дроны атаковали объекты инфраструктуры на нескольких направлениях, в частности, на юге Одесской области и в центральных регионах. Об этом заявили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Защитникам неба удалось сбить 25 шахедов. Украинские силы ПВО работали в Одесской, Херсонской, Николаевской, а также Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях. Отражали воздушные нападения, зенитные ракетные войска, подразделения РЭП и расчеты мобильных огневых групп. Также в Воздушных силах отметили, еще три беспилотника были потеряны из виду после пересечения ими границы с Румынией. И во время отражения ночной атаки в Киевской области в одном из районов упали обломки дронов. Об этом сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям области. Фрагменты беспилотников разрушили три жилых дома, где возник пожар. Погибших и раненых вследствие атаки нет. Спасателям удалось ликвидировать последствия. Все шахеды, которые летели в сторону Киева, уничтожены противовоздушной обороной на подлете к городу. А обломки российского шахеда нашли на территории Румынии. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Фрагменты дрона Камикадзе упали вблизи села Плауру, недалеко от границы с Украиной. Однако поиски будут продолжаться до конца дня. Бухарест уже проинформировал об этом инциденте своих союзников, сообщила министр иностранных дел Румынии Луминица Адабеску. Вместе с ними страна координирует свои действия. Более отвратительные нападения были совершены России против украинской гражданской инфраструктуры. Обломки были обнаружены на территории Румынии. Мы проинформировали наших союзников по этому вопросу и координируем их действия. Румыния решительно осуждает эти безответственные действия. Луминица Адабеску, министр иностранных дел Румынии в соцсети X. Тем временем Румыния поднимала свои истребители F-16 и F-18 во время российской атаки шахедов на Одесскую область Украины в ночь на 23 и на 25 июля. В частности, в округе Тулча объявляли сигнал воздушной тревоги. О воздушных силах Украины уточнили. В ночь на 25 июля армия Российской Федерации применила 38 дронов Камикадзе. Три из них локационно потеряны на территории Румынии. И подробнее эту тему будем обсуждать с нашим гостем Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик. С нами на связи. Дмитрий, здравствуйте. Рада вас приветствовать. Добрый вечер. А вот сам факт. Шахед залетел на территорию страны НАТО. Как это расценивать? Как прямой агрессии? Согласно статусу НАТО, это факт прямой агрессии с соответствующими дальнейшими действиями самого блока. То есть, вводится в действие статья 5 блока НАТО о коллективной безопасности. Но, по всей видимости, именно данное положение устава НАТО. И, скажем так, есть теми красными линиями, которые до определенного времени, в первую очередь, правительство Соединенных Штатов не хочет переходить в моменте возможной конфронтации с Российской Федерацией. Но еще раз подчеркну, пересечение госграницы, то есть воздушного пространства страны НАТО автоматически, согласно всех юридических норм, есть фактом объявления войны. То есть, актом прямых военных действий против соответствующей страны блока НАТО. Дмитрий, а еще уточнение. Министерство национальной обороны Румынии усилило мониторинги и наблюдения за воздушным пространством. Но вопрос, а как пропустили этот шахет? Ну, давайте говорить о том, что, в принципе, опять-таки, тут вопросы к дееспособности, соответственно, системы противовоздушной и противоракетной обороны румынской стороны. Шахет могли пропустить, в принципе, и потому, в зависимости от его траектории, соответственно, высоты полета. Тут еще тоже немаловажный момент. Поэтому, ну, скажем так, посыпать голову пеплом румынской стороны абсолютно не стоит. По всей видимости, сработал и факт возможной, скажем так, нежелательности в моменте противодействия данным целям, в моменте сбития, так и, соответственно, определенные, ну, скажем так, политические, конъюнктурные вопросы. Еще раз подчеркну, к сожалению, позиция Соединенных Штатов в моменте нейтрализации аэродинамических, аэробаллистических целей Российской Федерации, которые летят с территории Украины, соответственно, в воздушное пространство заходит страна, то она однозначно. Мы не пойдем на эскалацию, на напряжение с Российской Федерацией. По всей видимости, опять будут объяснять, мы отслеживали его траекторию полета, как это в свое время было с польской стороной, и приняли решение не сбивать с учетом соответствующей тактической обстановки. В которых могли упасть дроны, они находятся за пределами населенных пунктов. Если бы это были жилые кварталы, как обычно это в Украине происходит, то какие могли быть последствия? Соответственно, на отчисленные жертвы среди мирного населения. Давайте говорить о том, что подобные, скажем так, ну, объяснения ситуации в моменте непротиводействия воздушным целям Российской Федерации в моменте их сбития, они работают до определенного времени. До того момента, пока действительно или крылатая ракета, или, соответственно, БПЛА не ударит по жилым, не дай бог, районам стран НАТО. В первую очередь, это речь идет о Польше и, соответственно, Румынии. Причем, заметьте, позиция польской стороны, которая до последнего момента категорически была против, в моменте использования своих средств ПВО сбития российских целей небе над Украиной, но которые идут в бок Польши, они категорически поменяли свою позицию. На данный момент существует польско-украинское видение данной ситуации, которое было озвучено на последнем саммите НАТО. То есть уже польская сторона, прекрасно понимая те риски, в первую очередь, для мирного населения Польши, которые несут крылатые ракеты и БПЛА Российской Федерации, настаивают на их сбитии в воздушном пространстве Украины. Но, к сожалению, еще раз подчеркну, есть позиция Соединенных Штатов. На момент проведения президентских выборов в этой стране они не хотят идти на конфронтацию с ситуацией. Вы говорите, да, при этом объявление, по сути, напрямую со стороны Российской Федерации, странам НАТО войны. Какая реакция должна была бы быть, исходя из всех уставов? Адекватная реакция. То есть, еще раз подчеркну. Во-первых, сама цель должна была быть сбита. Второе, согласно тому же уставу НАТО, статье 5, которую я называл, должны были быть проведены консультации со всеми участниками блока. И, соответственно, отработан алгоритм противодействия в дальнейшем моменте подобных угроз со стороны Российской Федерации. Более того, должны были быть приняты адекватные меры противодействия в дальнейшем подобных сценариях. К сожалению, мы этого не увидели. Я еще раз подчеркиваю. Но и позиция Польши, и позиция Румынии, она однозначна. Причем, давайте вспомним то, что Румыния заявила о передаче украинской стороне зенитно-ракетного комплекса «Патриот». Хотя до последнего времени в парламенте страны, Министерстве обороны Румынии, данной страны, соответственно, были политические дебаты по поводу целесообразности подобного шага. Но, как видим, именно военная составляющая преобладала в принятии решений. И на данный момент, по всей видимости, идет процесс передачи зенитно-ракетного комплекса, который, я не исключаю, будет размещен как раз в Одесской области и прикроет воздушное пространство, в том числе и самой Румынии, чтобы уменьшить риски подобных недружественных, назовем так мягко дипломатичным языком, действий российской стороны. То есть, румыны пошли более практичным путем, нежели польская сторона. Они передали свои зенитно-ракетные комплексы для того, чтобы нейтрализовать угрозу со стороны Российской Федерации. Но в небе над Украиной. Поэтому ни о какой эскалации, соответственно, напряженности между блоком НАТО либо Румынией как страной НАТО и Российской Федерации уже речь идти не будет. При этом Эстония планирует увеличить расходы на оборону. В течение двух лет страна будет тратить до 4% ВВП, пишет в этом Блумберг. Таллин уже объявила о введении нового налога на оборону. Он должен частично покрыть расходы на пополнение дефицита боеприпасов на 1,6 миллиарда евро. По оценкам НАТО, Эстония станет второй страной альянса, которая потратит на оборону более 3% ВВП. Больше финансирования выделяет Польша – 4% внутреннего валового продукта. Блумберг отмечает, что страны НАТО увеличивают расходы на оборону на фоне беспокойств из-за растущей угрозы со стороны Российской Федерации. И более 500 тысяч военных НАТО находятся в стадии повышенной боевой готовности. Об этом заявила официальный представитель Североатлантического альянса Фарах Дахлала, пишет CNN. По ее словам, с 2014 года НАТО внедрило самые масштабные планы обороны со времен Холодной войны. Однако союзников призывают наращивать свои возможности дальше на фоне полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины. А наращивать? Наращивать до каких размеров? Кто понимает сейчас в мире, какие должны быть методы и те размеры войск, армии и так далее, для того, чтобы противостоять Российской Федерации? Ну, давайте говорить о том, что, соответственно, существует понимание угрозы со стороны Российской Федерации, именно численность вооруженных сил, средств поражений и, соответственно, количество бронетехники. Поэтому, чтобы отвечать адекватно, необходимо соответствующее количество подготовленного личного состава. А в данном случае уже речь идет о том, что в Германии поднимается вопрос о всеобщей воинской обязанности и идет речь о формировании дополнительных бригад. Плюс, соответственно, увеличивается основание на военно-промышленный комплекс стран НАТО. И то, что мы видим за последний год, это резкое увеличение возможности, соответственно, стран НАТО в моменте противостояния с Российской Федерацией. Это строительство двух заводов Rain Metal по производству артиллерийских снарядов. В данном случае уже будет речь идти о том, что страны Европы, только страны Европы до конца 2024 года будут способны выпускать порядка 800 до 1 миллиона снарядов. Соответственно, идет и речь о модернизации производств по выпуску ракет для систем Patriot. Если раньше выпускали до 500 ракет в год, то теперь уже, соответственно, речь идет порядка тысячи. Аналогичная ситуация и по другим направлениям, которые отвечают, соответственно, нуждам стран НАТО. В первую очередь, я еще раз подчеркиваю, стран, граничащих с Российской Федерацией. И, кстати, если мы говорили об увеличении ассигнований на военно-промышленный комплекс, давайте вспомним то, что Соединенные Штаты одобрили выделение польской стороне порядка 2 миллиардов на модернизацию польской армии. Речь идет о закупках современных видов вооружения, тяжелой бронетехники, САУ и, соответственно, средств поражения. Вот это все свидетельствует о том, что страны НАТО прекрасно понимают возможные дальнейшие сценарии развития событий. А именно, возможность непосредственного столкновения с Российской Федерацией. Эстония планирует выделять до 4% ВВП на оборону для сдерживания российской агрессии. Это существенные траты для самой страны? И существенная ли будет помощь? Да, для Эстонии это существенные траты. Европейские страны для сравнения выделяют порядка 2-2,5%. Четыре страны, НАТО, речь идет именно о европейских странах, на данный момент превысили, соответственно, финансирование собственных оборонных нужд. Это на уровне 3-3,5%. Поэтому, как видим, есть существенные изменения в вопросе как раз и переоснащения, и увеличения возможности европейского ВПК. Кстати, в позитивном моменте можно вспомнить успешные испытания ядерного оружия. Это речь идет о как раз средствах поражения воздушного базирования Франции и Великобритании. Причем данные испытания прошли как раз на фоне ядерной истерики, которую устроили высшие должностные лица Российской Федерации. Это был более чем адекватный ответ Российской Федерации на их ядерные грозы. То есть показали возможности стран НАТО. Хотите сгореть в ядерном пепле? Вопросов нет. Ответ будет более чем адекватный. Только с помощью финансирования, но и оружием, чтобы предотвратить размещение ракет «Томагавка» в Германии, Россия должна прекратить войну в Украине. С такими словами канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил в защиту планируемого размещения американского вооружения на территории его страны. По словам немецкого канцлера, это будет служить фактом сдерживания гипотетического нападения. Также глава немецкого правительства отметил, что развертывание американских систем не приведет к эскалации в отношениях с Российской Федерацией. Первое, что Россия должна была бы сделать, это прекратить ужасную агрессивную войну против Украины и отказаться от попытки завоевать целую страну. Германии нужны силы и средства сдерживания в дополнение к тому, что мы уже имеем. К примеру, крылатые ракеты, а также обычное вооружение большой дальности. Олаф Шольц, федеральный канцлер Германии. Во время пресс-конференции в Берлине. Германия говорит о необходимых силах и средствах сдерживания. А где она брать будет? Производство не такой быстрый процесс, что в запасах будет тратить? Нет, производство как раз я уже привел примеры о том, что Рейнметал открыл два производства. Это как раз выпуск снарядов и ремонт бронетехники. Причем производство размещено как на территории стран НАТО, речь идет об Испании, это мощности Рейнметал. Так и, соответственно, на данный момент идет речь о создании завода по производству артиллерийских снарядов на территории Украины. Кроме этого, Рейнметал заявил о подписании договора по строительству завода по ремонту бронетехники. Кроме этого, давайте говорить о том, что подобные примеры, но они характерны для, соответственно, и Франции. Речь идет об увеличении оборонного заказа, а именно выпуска САУ «Цедаль», который считается одним из лучших в своем классе. Кроме этого, и Франция, и Великобритания заявили об увеличении осигнований на производство средств поражения. В первую очередь, крылатые ракеты воздушного базирования «Штормчеда Лыскаль», которые уже хорошо известны российским оккупантам. И подобных примеров достаточное количество. По поводу размещения «Тамагавка». «Тамагавка» — это страшный сон еще Советского Союза, ну и, соответственно, правоприемницы России. Речь идет о том, что дальность поражения порядка двух с половиной тысяч километров. Причем эти ракеты практически неуязвимы для российской системы ПВО. И сама система ПВО, Запад убедился в ее низкой эффективности на фоне успешных атак украинских БПЛА. В первую очередь, речь идет о БПЛА Главного управления разведки Министерства обороны. Я напомню, удары по аэродрому «Энгельс», который входит в одну из составляющих ядерной триады Российской Федерации, показал полную неготовность Российской Федерации к подобному характеру развития событий. А тем более «Тамагавки» будут размещать под прикрытием современнейших систем зенитно-ракетных комплексов с дальностью поражения порядка 400 километров, что сводит до минимума возможность российской стороны уничтожения пусковых установок «Тамагавк». Вот поэтому такая истерика в России. И потому прозвучали подобные заявления Шольца о том, что размещение «Тамагавка» – это, соответственно, прямая реакция стран НАТО на события в Украине. То есть уже не Россия перешла к моменту шантажа, а именно страны НАТО к моменту военно-политического давления на Российскую Федерацию о прекращении войны в Украине. Причем не на российских сценариях. Дмитрий, спасибо огромное за ваше разъяснение. Зрителям напомню, Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, был с нами на связи. Но я в этом выпуске ставлю точку. Итоги дня будут в 21.00 по Киеву. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова